Масочный режим и социальная дистанция. Пробный экзамен в одном из самарских лицеев проходит с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. ЕГЭ по информатике на компьютере старшеклассники сдают впервые. Раньше его писали только на бумажных бланках. Волнение есть из-за того, что нет опыта предыдущих поколений. Но я думаю, мы станем как раз таким опытом, и уже на нашем примере многие ребята в дальнейшем будут не бояться издавать ЕГЭ по информатике. Без оценки по информатике не обойтись, говорит Андрей Харахорин. Он планирует стать программистом, и для поступления в ВУЗ нужно сдавать ЕГЭ по профильному предмету. Андрей признается, новый формат экзамена ему нравится больше. Всем удобнее электронный вариант, потому что больше возможностей себя проверить. Можно прорешать все задания сначала на листочке, то есть самому посчитать, а потом написать программу на компьютере и проверить. Для тренировочного экзамена подготовлены современные компьютеры, на которые установлено все необходимое программное обеспечение. Компьютерная форма ЕГЭ включает 9 заданий, которые выполняются в электронном виде, и 18 заданий, перенесенных из бланковой формы. На выполнение всех тестов у школьников есть почти 4 часа. Результаты пробного экзамена определит специальная программа. Три тренировки будет за год. Вот сегодня такая первая, как бы очная консультация, тренировка, она принимает участие дети, но для нас на этом этапе самое главное – отработать всю технику. Потому что вы прекрасно понимаете, что это определенные технические условия, они должны быть равные, во-первых, для всех детей, а во-вторых, не должно быть никаких сбоев. Решение о переводе ЕГЭ по информатике с 2021 года в компьютерную форму принято летом. Сейчас Рособорнадзор продолжает апробацию в регионах. Симулятор программного обеспечения для проведения компьютерного ЕГЭ по информатике будет опубликован на сайте Федерального центра тестирования, чтобы все участники ЕГЭ смогли заранее с ним ознакомиться и потренироваться. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.